Всем привет! Мы вот под такой погодкой, я не знаю, вам видно или нет, идет дождь. Вышли, выехали, вернее, с Романом прокатиться немножко, он хотел в гимназии побегать, попрыгать, но тут дождь идет, его домой не загонишь, не остановить. Он катается на велосипеде, и я тоже вместе с ним. В общем, мы сегодня вдвоем, немножечко так. Ты что снимаешь, мама? Да, аккуратно, смотри на дорогу, смотри, аккуратно, аккуратно, Роман. Вон он мой мальчик, гоняет только так, мокрый, я аж боюсь. Роман, аккуратно, пожалуйста. Всем привет! У нас это уже следующий день. Я собралась ехать сейчас в магазин, поеду одна. Мама моя сидит, смотрите, вон она, вон она. В общем, она остается дома на хозяйстве, будет делать пельмени, вызвалась. Пельмени делать. В общем, она мне еще обещала, когда в Казахстане была, что я к тебе приеду и наделаю пельмени. Вот сейчас дошло дело. В общем, будет делать пельмени. Отдыхает, видите, сидит. Надела уже там фарш, тесто. У меня тут вентилятор работает немножко, шумит. В общем, наделала. Я ей тут подсобила, что там, подсолить, подготовить, лук размельчить. В общем, накатала, как она называется, замесила, в общем, тесто. Ромка остается дома, сказал тоже, что со мной не поедет. А я поеду, знаете, куда сейчас я вам покажу. Ну, вот у Ричика сломалась. Когда мы носили, мы его забирали, да? Саша нечаянно задела. Она вот такая вот крышечка тут на этом. Ну, и она такая на соплях держалась уже, в общем, отломалась. И теперь нужно будет в зоомагазин заявить. Ну, Ричи плюс там кое-что подкупить, наверное. Посмотрим, я ему, может, вкусняшки какие-нибудь подкуплю. И, в общем, купить вот эти крышки. Они есть только в Коблинце. Я уже покупала, потому что с той стороны оригинальные сломались. Вот такие там есть. Нужно будет, в общем, купить. Плюс мои цветочки. Вот эти вот. Вот этот. И там такой же был, тоже загнулся. Это уже мой с холодильника. Я туда переставила. Нужно подкупить цветочки. Заеду. Ну, это все в одном магазине можно купить. Ну, еще у меня кое-что там есть в планах. Что мне нужно. Плюс Саша сказал, ему надо кофе купить. Сейчас посмотри, говорит, где есть, как она называется, такой, господи, скидка акции на кофе, чтобы, ну, купить хорошее кофе на работу ему надо. Они, кто давно смотрит, знает. Нет, нет, они там по очереди, в общем, покупают там большими партиями кофе и молоко на работу. Ну, и вот пришла его очередь. Он говорит, посмотри, где есть акция. Так что поедем с вами. Оставляем на хозяйстве. Ромку тоже. Давид тоже там наверху. А муж мой, муж, я забыла вам рассказать. У него, у меня спрашивали, у него отпуск закончился или нет. У него отпуск еще не закончился. Но он уже вышел сегодня, ночь отработал. Еще две ночи впереди. Это его еще отпуск считается. Плюс у него потом следующий начинается три выходных. Он их отдохнет. И пойдет потом дальше в смену, в свою, в общем, работать. Это его попросили, потому что у него два его напарника. Один там получил травму, а второй заболел. И получается, ну, у них в смене трое, да, их слесарей. И вот оба, в общем, на больничном. И Сашу попросили, если можешь, пораньше выйти с отпуска. Ну, и ему, естественно, эти отпускные дни вернутся. Но он, в общем, вышел пораньше. Так что неожиданно у нас отпуск прервался. Саша вышел на работу. Вот так вот. Ну, и сейчас он пошел с ночи отсыпаться. Все никак не может, как, войти в колею, что не привык он ночью работать. Не может заснуть сейчас. Туда-сюда крутится, вертится. Все, наболтала вам. Теперь поехали. А на улице у нас сыро и мокро. Дождь идет. Ночью был такой дождь сильный. Ужас. Прям ливень. Саша хотел на велике поехать. Мы его хорошо переговорили. Убедили, в общем, чтобы он поехал на машине. Ну, я ему ночью пишу. Саша, хорошо, что ты поехал на машине? Он говорит, не ливень. Бешеный, прям бешеный. Не знаю, у вас был. Пишите. У нас прям такое ощущение, как будто он хотел прорваться к нам домой. Сильно лил. Все, погнали. В общем, в первую очередь поедем в тот магазин, где мы покупали Ричи. Там же мы ему покупали его клетку. Ну и там же продаются его, в общем, эти кормушки с закрывашками. Погнали. Подъехала к Медиамаркту. Решила пробежаться, посмотреть. Я же сегодня как не угомонюсь. Мне же нужен утюжок. На днях нужно будет все равно съездить сюда. Саше кое-что купить, выбрать. Но по мелочи я могу сама справиться. В общем, с утюжком своим. Загляну, быстренько посмотрю. Есть, есть. Нет, нет. И поеду дальше. Потому что, ну, зову в магазин прямо в двух шагах. Я на месте. Буду смотреть. Что здесь? Какой-то, смотрите. Ромингтон Прелюкс. Какой-то Прелюкс. Стоил типа 109,99, а 44. И все, что ли? А, внизу, вот, господи. Я думала, вообще нету больше. Внизу их, оказывается, целая тьма тьма тьма. Такой, как у меня? Да, вот он. Почти, да? Нет, такой же. Точно такой же? 36,99. Я где-то, к примеру, в этих пределах и покупала. А стоит 75, как будто бы он стоил. За 40 и за этот. В общем, и дорогие. Ой, и эти кудряхи дела, смотрите, с такой же. Ну, там 52 евро стоит. В общем, сейчас что-нибудь да выберем. В общем, и совсем дорогие, и подешевле есть. Купила, купила вот такой вот. Ну, за, ну, 35, грубо говоря. А 34,95, ничего такого. Я думаю, в принципе, он такой же, как мой, наверное. От той же фирмы, марки. Тоже до 230 он греет. В общем, 34,99 я сейчас посмотрела. Точно он стоит. В общем, буду я опять выпрямлять волосы. Так. Пока что такой взяла. Надеюсь, надолго хватит. Ну, потрогала, посмотрела. В общем, покрутила. Думаю, плюс-минус они все одинаковые. Главное, чтобы вот эта поверхность сама была хорошая. Хорошая. Все? Едем, да. Меня спрашивают, где мы покупали у нашего речка. Вот в этом магазине мы покупали речка. Так, надо было мне тележечку, наверное, взять, чтобы в руках это все не носить. Да, так и сделаю. Сейчас возьму тележку. Небольшую. Если я возьму цветочки, вдруг здесь будут. Чтобы в руках не носить. Смотрите, какие красивые цветочки. Такие они как-то бархатные, что ли, или колючие даже. У них эти стебли. 17,99. Один большой вот такой горшок стоит. Здесь, конечно, рай. Заглядение. Тут так красиво. В цветы заходишь и не знаешь, куда идти дальше. И что выбрать? Такой выбор огромный здесь. Такая красота. На самом деле, цветочки тоже. Сейчас посмотрим. Может быть, такие какие-то взять. Уже в горшочках вот такие. Смотрите, такой один горшочек 30 евро стоит. Вот они в таком плетеном, вот таком, как у меня на кухне. А вот такой вот сколько стоит? Кокос или типа, типа кокос. Сколько он стоит? Сейчас посмотрим. Вон они висят всякие разные. Цветочки я уже выбрала. Попугайчиков таких больше здесь нет, кроме кареллы. Вот видите, мы его здесь покупали. Как мы в Ричи покупали. А там разные, каких-то поняты. Малютки. Красивые. Так, ладно. Цветы мои стоят. Потом покажу. Что, чего и сколько выбрала. Я сейчас пойду, посмотрю быстренько для Ричи тут какие-то вкусняшки. Так, это для зайцев. Для Ричи нужно выбрать что-то вкусненькое. Вот это вот он ест у нас 2,99. Такая вкусняшка стоит. Так. Камушек надо ему какой-то взять. Вот ванночки есть. Но он ванночки не купается. Может быть и будет уже, я не знаю. Вот такую ему чашку взять. Хотя у него там достаточно практически такая же. Все, вышла. Тут доск идет. Сейчас покажу вам быстро, что купила. И едем дальше. Вот такие цветочки. У меня уже такие там стояли на этом месте. По 10 евро. Вот два таких взяла. Такие вот. Я не знаю, как они называются. И один вот этот женское счастье. Он называется, по-моему. Вот такой вот взяла. Потом взяла вкусняшки. Речку вот такие я вам показывала. И, собственно, кормушки вот эти. Уже в одной кормушке одной крышки не хватало. Кто-то вытащил. В общем, заплатила за это чудо все. 40 евро почти. 39,90 там с копейками. Все, складываю и едем. Промокла вся. Такой пошел прям крупненький дождик. Пока местачку отвезла. Он все сильнее и сильнее. И, в общем, мокрая, как курица, смотрите. Ну, ничего. Главное, я основное купила. Так, и теперь мне, я вот не знаю, то ли домой поехать. Уже, честно, осталась. Два магазина посетила. И мне цветы просто эти вымотали. Я там искала их. Во-первых, стоят, которые мне нравятся. Они дорогущие стоят. Ну, как бы в обычных магазинах они, как в Lidl, я всегда там покупаю. 5-6 евро они стоят вот эти вот, которые у меня там. А там по 19. Я думаю, ну, блин, ну, жалко мне для двух цветков 40 евро. Ну, почти 40 евро отдать. Для таких простеньких. Выбирала, выбирала, пока выбрала. По цене, в общем, чтобы не так дорого. И плюс, в общем, чтобы они смотрелись неплохо. Вот и устала. Пока выбрала. Я не знаю, я часик, наверное, там провела. Ну, нет, ну, часик, может. Ну, минут 30 точно. Все, теперь поедем. Блин, мне надо в русский. Я хотела себе вкусняши каких-то купить. Вот лень, если честно. А завтра воскресенье. Наверное, заеду быстренько в русский. А кофе уже это я потом, если че, ближе к вечеру съезжу. Да. Так и сделаем. Заедем сейчас в русский, потому что по пути мне проезжать мимо. А все остальное потом, если че, или к вечеру съезжу, или оставлю на понедельник от плетей. Так что погнали. Что мы путем? Арбузы огромные. Блин, хотела взять, но они огромные. Прям куда? Огроменные. 99 за килограмм, а резаные 1,29. Что это все у нас есть? Вчера взяли. Ну что, я закупилась, но вам не показывала. Потому что на улице идет дождь, я быстро все закидала в пакеты. Ну и сейчас поеду домой, а дома приеду, вам все покажу. И вон, смотрите, какая мокрая. В общем, голодная, мокрая. Поехали домой. Дома будем кушать. И все раскладывать, показывать. В общем, дома увидимся. Ну что, я дома приехала. Мама только закончила с пельменями как раз. В общем, это остатки. Ну и еще два таких подносика в морозилке стоят. Сейчас будем кушать. Будем варить. Вернее, я пельмени-то не буду есть. Я сейчас себе что-нибудь другое сделаю. Но покажу вам сейчас, что я купила в русском магазине, как и обещала у меня. Вот. Вот. Сейчас немножко пошили еще. Редиско. Я даже закинула здесь. Где-то у меня. Это. Вот он. Чек. Да. 79 центов редиско. Да, видолюбимые семечки соленые. Сейчас я вам скажу, сколько тоже стоили. 2,19 эти семечки стоили. Потом, что еще взяла? 99 вот эти огурчики. Мини-огурки. Вот эти вот взяла. Огурцы у нас улетают только так, поэтому я взяла 2 сока. И вот такие огурчики взяла. Вот такие огурчики. Они стоили эти 2,49 сейчас. Вон, зачем туда залез? Потом взяла вот такую заправку для борща со светлой. Вот это очень вкусно. Вон, слезь оттуда. И надо залазить. Слышал меня? Быстренько слезь. Там пельмени стоят. Ты ногами залез. Залез. Взяла кукурузный крахмал в русском, чтобы не заезжать сразу сейчас в Lidl. Ну, здесь какая-то она маленькая пачечка. Здесь получается 1,99. Вот эта пачка стоит 200 грамм здесь. Я не помню, сколько в моей было, в той, в которой в Lidl я покупаю. Ну, там дешевле гораздо, по-моему, 99 центов. Айранчик, да, я веду, как всегда, он любит. Вот этот айран, 85 центов, по-моему, этот айран стоил. 85 центов, да. Потом сметанку вот эту я всегда беру. Сколько эта сметана стоит? Сейчас посмотрим. А, вот она, 1,89 она стоит, эта сметана. Потом взяла вот такой вот сыр. Попки вот эти я всегда беру в русском магазине. Потом взяла вот такой вот сыр косичкой. Этот косичкой 2,49, по-моему, стоил. А, 2,79 я их взяла. По-моему, три штуки там еще сейчас в одном будет. Потом что еще взяла? Клубника. Клубника была подешевле, ну, и такая средненькая она была. Ну, я думаю, сейчас Ромке покушать. Крупная. Ромке покушать как раз будет хорошо. Ну, сначала Рома поест пельмешки вкусные, а потом клубничку. Да, Рома? У-у-у, Новогод. Сейчас я вам покажу, какая клубника была. Блин, купола. Ой, уронила. Клубничка крупная-крупная. Так, ой, сейчас я вам скажу, сколько клубника стоило. Ага, ага, держу. 2,98 за килограмм стоило. Дальше. Вот такой творог взяла. Потом вот такую вот косичку тоже взяла, не копченую. Попробовать. Потом вот еще одна косичка сыра. Так, третья. Еще одна вот такая пупка. Потом кефирчик. 99 центов этот кефир, вот этот. Так, дальше. Творожок, собственно. Что я хотела? Вкусный. Вот этот томленый. Жирненький, вкусненький. Такой вот томленый творог. Очень люблю. 1,79 этот творог стоит. Потом сало взяла. Что-то захотелось. Думаю, сальца. Такое сало копченое. Потом взяла вот такой шуфу. Колбаска из канин. Потом говяжье вот такое вот мяско. Какое оно там сушеное. Вот такое подкопченое, сушеное. Вот смотрите какое. Три с копейками стоило. Вот этот кусочек 200 грамм. 365 по-моему. Потом вот такую докторскую куриную. Я всегда беру детям нравится. Потом вот эту я тоже. Это говядина сушеная. Тоже такая. Вяленая. Вкусная должна быть, что она покупает. Где так-то все? Вот. Конская вот такая вот такую взяла тоже. Все. Это все мои покупки. Все, что я купила в русском магазине. Сейчас я вам покажу. Вот. Все, что купила. Вот такая вот закупочка. Вот видите. Все, что купила. И купила я вам не сказала. 84,7 центов заплатила. Чек. Все. В принципе, тут совсем немного. Единственное, что дорогое, это колбаса. Колбаса и сыр, так скажем, дорогой. Сейчас буду все раскладывать по холодильникам. Варить пельмешки своим. А себе что-нибудь придумаю сейчас. На сегодня я с вами попрощаюсь. Увидимся завтра в следующем видео. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»